привет всем друзья сегодня на следующий день с лестницы как вы поняли я закончил сейчас переходим к утеплению веранды снимаем панели укладываем пенопласт пропениваем там вот я частично в общем уже начал этот процесс вытащил окно раму оставил пока ну короче панелей которые которые есть на втором этаже запасные их мало и поэтому первую очередь наверное они пойдут на лицевую сторону вот ну и собственно как бы ни к чему я думаю вынимать эту раму потому что проще по ней прямо фанеру сделать а в следующем году возможно что весь дом все зашьется листом специальным вылетела название как он называется в общем одновременно и утеплитель и фасадный материал короче не могу вспомнить не знаю вылетела название вот поэтому скорее все 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 равно все придется снимать и зашивать заново поэтому нет смысла тут дергивать это будем делать сразу так как есть в общем принцип следующий укладываем пенопласт небольшими зазорами в эти зазоры пропениваем и потом у нас еще есть минвата оставшиеся там непонятно с каких объектов в общем ответственно эту минвату мы потом вторым слоем потому что брус сотый пенопласт поедине тоже должен был бы быть сотый но что-то какой-то он больно такой получился пенопласт поэтому пенопласт 50 и поверху минвата наружу чтобы минвата не могла осталось кровли у нас пароизоляция ей в общем закроем пара гидроизоляция общем она как раз защищает от влаги и как раз закроем минвату и по наружу уже закроем панелями ну а оконный проем зашью фанерой вот здесь по крайней мере а вот эти оконные проемы ну вот эти стены которые лицевые их соответственно уже панельками ну то есть скорее всего выдерну раму ну либо там рейки заново пущу чтобы панели ровно легли в общем это по ходу дела разберусь вот ну и также будет утепляться соответственно вот это железная дверь сюда пенопласт тоже только 30 а вот в эти места уплотнительная резинка ее пока не купили в общем все купится будет уплотнительная резина все приступаем и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С одной лицевой стороной я закончился Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому такая полосочка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok И снова всем привет Следующий день И у меня радостная новость Вчера я съездил И забрал Холодильник бэушный Купил Вот он красавец стоит Лыжи Лыжи Двухкамерный Здоровый холодильник такой высота что-то 180 у него ширина 6 почти 70 а глубина аж 76 то есть вот для сравнения смотрите ящики стоят даст стандартные грубо говоря сколько у них там глубина 60 и вот он здесь 68 убирает пока пустой тут к сожалению утеряна была как ее называют лоток для льда такой механическим поворотом здесь лоток куда кубики льда падают а тут специальная форма такая с поворотным механизмом очень удобная штука была бы но к сожалению нет не знаю может где-то найду так ну и обычное общее отделение холодильника такой тоже вчера проводил тест и тут загружал его кастрюлями посудой всякое в общем влазит очень много в него всего но вот смотрите полка вот бутылка обуховской воды двухлитровая спокойно входит вот литровая коробка сока умутаться банки в общем здесь место тут тоже кстати проблема есть небольшая должно быть должна быть еще одна полка она тоже утеряна вот эта полка нижняя которая состоит просто закрывает ящик с овощами пока на время надо либо мне будет найти надо будет либо найти новую полку такую же от прям такого холодильника и вот написал я компанию лжи россии представительство чтобы узнать где приобретаются все эти где-то сервисные центры какие-то должны быть которые запчасти продают сможет быть найду лоток этот для льда и нижнюю полку потому что логично что вот это должна стоять где-то либо либо тут ну скажем высоту ладно выбрать можно одна здесь одна где-то здесь и одна нижняя должна быть она чуть по размеру поменьше вот это стоит не совсем правильно сейчас как бы ну то есть она выпирает это должна быть поменьше по размеру вот ну либо если не найду тогда соответственно не знаю какой-нибудь пластик белый вырежу по размеру и и он будет в качестве полки в принципе мне то что она там стеклянная не особо обязательно вот в общем можете меня поздравить теперь я счастливый обладатель холодильника не нужно спускать продукты в яму или там не знаю хранить их на иране на улице можно спокойно теперь закупать осталось ездить в общем магазин закупиться так сразу чтобы там на недельку на две продуктов мясо набрать там и так далее для собаки еды купить вот и все и будем благополучно пользоваться осталось сейчас есть идея стиральную машину еще сделать водопровода здесь конечно нет но есть общая мысль о том как сделать стиральную машину вообще есть как я узнал недавно совсем есть стиралки которые автономно работают то есть у них бак прикрепляется прям к самой стиралки в бак наливается вода она в нужный момент этот на эту воду забирает в общем где идет полный цикл у нее и потом она соответственно воду сливает слив у меня есть который я делал под раковину соответственно к нему просто надо стиралку подключить на слив ну и там возможно сделать дренаж побольше так как стиралка будет все таки воды больше сливать и второй вариант слива есть с погреба там стоит насос автоматический который дренаж воду ну грунтовые соответственно воду кота когда они поднимаются он откачивает их и тоже выводит вот он там запас как бы больше поэтому для него можете дренаж не надо делать в общем тут вариант такой будем думать вот то что касается стиралок это жопа конечно которая стиралка которая с этим баком бушных я не нашел а новая стоит тому от 27 по моему три горения делает их других по крайней мере вариантов я не видел если знаете или знаете где они продаются еще может быть какие-то более-менее нормальном там ценовом сегменте потому что за тридцатку там денег брать стиралку не очень хочется то напишите в комментариях пожалуйста вот есть второй вариант в общем сделать поставить обычную стиралку поставить бак с водой литров там на 200 скажем сделать его с крышкой ну бочку обычную да то есть сделать вентиль внизу бака который которому уже будет подключаться и крышку чтоб он был типа там не знаю как тумбочка в общем чтоб не открытая вода стояла вот от бака соответственно будет идти либо насос либо есть мойка автоматическая типа керхин она как раз соответственно накачивает создает давление то есть мойка такая которая забирает ну собственным насосом в общем она сама накачивает воду и при необходимости когда стиралки потребуется будут ей подавать вот поэтому возможно даже обойдемся и без покупки насоса то есть нужно будет только бак и обычную стиралку ну в общем это процесс пока я в раздумьях по этому поводу стираться конечно надо потому что на руках стирать ну прямо скажем не удобно особенно если это будет там постельное белье или какие-то там более крупные вещи ладно там трусы носки это этим можно справиться носить знакомым или ездить в прачечные какие-то постоянно тоже не очень удобно вот поэтому вопрос стоит но пока в раздумьях я по этому поводу вот если у вас есть какие-то решения может быть кто-то уже с подобным сталкивался также пишите в комментариях буду признателен в общем за это советы не помешают вот ну и в общем по дому пока все процент продолжаем значит утеплять веранду осталось у нас часть на лицевой стороне и часть старца которая выходит на дорогу вот значит сегодня закончу с этим со всем делом а дальше какие-нибудь дела снова возникнут поэтому видео не заставится долго ждать ну все поехали так что ж друзья закончил я очень с утеплением веранды зашил эту сторону зашил эту сторону зашил сторону со стороны дороги тут избежкой соответственно закрыл потому что панели уже закончились и начал вот складывать дровишки тут вот у меня какой тут час импровизированный верстачок пила вот кучка дров там кучка дров пилю потихоньку и складываю соответственно это место до под навес под крышу в несколько рядов они у меня туда встанут чтобы было уже чем-то пицца также и пил дверь пока без отделки просто пенопласт соответственно все пропенилось потом надо в дальнейшем будет купить такой п-образный профиль с разными полками он вот сюда к торцу двери получается будет прикручиваться саморезами и потом сюда как в пенал загнать уже ну вот там есть фанера у меня соответственно дверь снять загнать лист фанеры сверху закрыть таким же п-образным профилем либо уголочком там уже так же но то есть он крепится не будет это будет просто уже так ну собственно вот все тут можно какие-то штуки повесить на замок чтобы насквозняк не продувало останется немножко прибраться и в общем и целом тут все завершено по этому поводу надо будет как-то немножко решить вопрос со вторым этажом потому что веранду то я конечно утеплил но вся мансарда она по сути не утепленная то есть крыша идет там шифер доски и просто пластик также соответственно там ну я не знаю в общем там по сути мастерская как бы мне ее особо утеплять не надо я ее пленкой вот там завешивал там включается печка и достаточно быстро там помещение прогревается плюс печка каменная кирпичная которая соответственно труба там ходит если она топится то там тепло тоже идет достаточно хорошо и пленка в принципе держит ну в общем по этому поводу буду думать сейчас мысли вот такая сделать продлить вот этот навес чтобы вот верстак оказался под ним потому что ну мало ли не знаю дрова закончится или что-то просто надо будет попилить и не чтоб не мусорить мастерской здесь это сделать и чтоб не под дождем или там не под снегом в общем продлить его до сюда до угла и сделать здесь что-то типа как бы вот крыльцом навес такой ну в общем чтобы он углом вот так ушел вот думаю этим заняться вы оставляйте комментарии может вам что-то интересно я не знаю какие по дому еще дела делаются или что можно сделать потому что мысли возникает что-то в процессе но как бы всего все сразу не сделаешь делают это постепенно то что для меня как бы является какой-то первой необходимостью вот если у вас есть какой-то отдельный интерес я не знаю то пишите в комментариях буду делать по этому поводу отдельный ролик тогда ну в общем то что будет интересно то и буду делать так скажем вот ну все и на этом пока все сегодняшним утеплением веранды как я уже сказал закончили поэтому спасибо что смотрели это видео ставьте лайки оставляйте ваши комментарии подписывайтесь обязательно на канал это помогает продвигаться всем огромные удачи и пока